Белые ночи Белые ночи Белые ночи Пару слов о структуре напомню В структуре щитовидной железы выделяют три типа клеток Если С-клетки, они отдельно вырабатывают кальцитонин То основными клетками являются как раз А-клетки Б-клетки появляются, в норме не встречаются Но проявляются при аутоиммунных заболеваниях А также при доброкачественных или злокачественных опухолях Исходящих из них На сегодняшний день уже вышли клинические рекомендации России Как по дифференцированному раку, так и по медулярному раку щитовидной железы И что же они говорят нам? Что действительно большинство узлов не имеют никаких клинических проявлений И не пальпируются Они могут выявляться случайно при УЗИ сонных артерий или линфоузлов шеи На компьютерной томографии грудной клетки При МРТ, мягких тканей шеи А также на ПЭТ-КТ Но в то же время при далеко зашедших или запущенных образованиях У нас могут появляться жалобы Такие как деформация в области шеи Чувство сдавления или удушья Отмечаться быстрый рост Затрудненное дыхание Дисфагия, охриплость голоса И конечно реже симптомы гипо- или гипертириоза Но что же говорит нам американская коллегия радиологов При случайно выявленных образованиях видной железе То в принципе, что мы должны обследовать только узлы Больше 1 см у лиц моложе 35 лет И больше 1,5 см у более старших людей Конечно, какой же осмотр эндокринолога без сбора анамнеза И мы конечно должны собрать анамнез как личный, так и семейный Мы должны спросить, не было ли облучения головы и шеи в детстве Не находился ли он в Чернобыльской области Не было ли узлов с детского возраста Потому что некоторые заболевания, в частности до 5% у детей Относятся к так называемым наследственным синдромам Чаще всего они имеют аутоосомно-доминантный тип наследования То есть проявляются с детского возраста Практически единственным образованием с аутоосомно-рецессивным заболеванием Относится синдром Вернера или прогерия Но все представляют, что такое преждевременное старение Наиболее часто встречается синдром Гарднера Или селимейный колоректальный полипоз Характеризуется множественными полипами тишечника В сочетании с доброкачественными полазиями кожи Или мягких тканей Диссер-синдром характеризуется проявлением рака легкого С поражением плевра, особенно у детей Часто это первично множественные опухоли В сочетании с раком почки или раком яичника Болезнь или синдром Каудена Или он по-другому называется синдром множественной гомортомы Гомортомы это такое доброкачественное образование Исходящее из нормальных тканей стенки органа Чаще поражается желудок или двенадцатиперстная кишка Но при этом синдроме также в клинике преобладает Задержка психического развития Аномалия лицевого черепа Бородавчатые образования Макроцефалии и полипокишечника Синдром Пьюица-Едерца Характеризуется также множественными гомортомами Желудочно-кишечного тракта В сочетании с меланиновыми пигментными пятнами На коже кистей, стоп и слизистых оболочках Синдром Карни Характеризуется пикнистой пигментацией кожи на лице Миксомы из сердца или вне сердца А также эндокринными проявлениями В форме пигментной дисплазии надпочечников Лентигиоз Соматотропиноми Синдром Макьюн-Олбрайта Характеризуется триадой симптомов Появляются специфические пятна цвета кофе с молоком Дисплазия костей Преждевременное половое развитие И со стороны эндокринных органов Часто выявляются гиперфункции Как соматотропного гормона Так и гормонов щитовидной железы Половых и так далее Синдром Биквитовидемана Характеризуется Или он по-другому называется Гигантизм с пупоинной грыжей У детей обнаруживается Макроглассия Конечно, это пуповинная грыжа Макросомия В клинике преобладает гипогликемия В раннем детском возрасте А также выявляется очень часто Гемигиперплазия органов Синдром Лифраумения Или он по-другому называется Саркома-фэмили-синдром Характеризуется первично-множественными образованиями Такими как мяткотканные или остеогенные саркомы Адренокортикальный рак Ликемия Рак молочной железы Часто двухсторонний А также опухолями головного мозга Но наиболее часто наследственность Отягощена при медулярном раке Потому что он входит в один из главных Симптомокомплексов Множественной эндокринной Неоплазии второго типа Которая разделяется на МЕН-2А или синдром Сипла Когда сочетается Медулярный рак с феохромоцитомой Или первичным гиперпаратериозом Сюда же теперь относится Может встречаться первичный амилоидоз кожи Характеризующийся Зудящими высыпаниями Между лопаток или на голенях Или болезнень гишпунга Вследствие врожденного гонглиоза Появляются упорные запоры Вздутие живота И так далее Раньше выделяли отдельно Семельный медулярный рак Щитовидной железы И теперь он тоже входит в МЕН-2А Реже, к счастью, встречается МЕН-2Б типа Или синдром Горлин Или синдром Шибки Который практически не проявляется Первичным гиперпаратериозом Но зато появляется ганглионейриномы На слизистых оболочках Языка, рта, конъюнктив На роговичном нерве У этих пациентов Запоминающаяся морфаноподобная внешность Утолщение губ Что придает им негроидный вид А также расстройство Опорно-двигательного аппарата На сегодняшний день Конечно, при синдроме 2А Или 2Б Мы обязательно должны сделать Мутацию гена РЭД Которая нам подскажет Чего ожидать И на что должны В первую очередь внимание обратить Конечно, в первую очередь При осмотре пациентов Мы будем обращать внимание Не заполнена ли еремная ямка Нет ли деформации Мы все помним, что С 2001 года Есть классификация ВОЗ Которая нам говорит Есть, зоб нет Пальпируется Или виден он на глаз Но на сегодняшний день Конечно, нам приходят На помощь специалисты УЗИ И мы знаем, что у женщин Щитовидная железа Не должна превышать 18 сантиметров кубических А у мужчин 25 Конечно, какой же эндокринолог Не назначит какие-то обследования Их много Но не все они, к счастью, нужны И на сегодняшний день Согласно классификации Клиническим рекомендациям Два только важных анализа Мы должны сделать обязательно Это тиреотропные гормоны Кальцитонин При выявлении узлов Не рекомендуется определять Тиреуглобулин Свободный Т3 Антителак ТПО И антителак тиреуглобулину Остальные По мере Доклады я вам расскажу ТТГ Конечно, в основном Это главный показатель Работы щитовидной железы И у большинства пациентов Она будет в норме И на этом можно поставить точку Но при снижении Или при повышении Уровня тиреотропного гормона Без Т4 Нам не обойтись Чтобы поставить окончательный диагноз И действительно Тиреотропный гормон Хоть и находится в пределах нормы Но все-таки Даже начиная с минимальной карциномы Его уровень в среднем выше Чем у здоровых людей Или при наличии Доброкачественных новообразований Кальцитонин действительно Является специфическим маркером Медулярного рака Его уровень зависит от пола И от возраста Хотя встречается и ложное повышение Часто это присутствует При вторичных Или циклеточной гипроплазии В перифокальной зоне Опухоли щитовидной железы На фоне аутоиммунного поражения При почечной недостаточности При гиперкальциемире Различного генеза Нейроэндокринных опухолях Прием ингибиторов протонной помпы И что нам говорит на сегодняшний день Клинические рекомендации Что действительно При умеренном повышении кальцитонина Нам необходимо сделать Пробу со стимулированным кальцитонином При повышении кальцитонина Нам всегда надо исключить Феохромоцитому Гиперпаратериоз Определить раковоэмбриональный антиген А если уровень больше 400 То нам необходимо Обязательно выполнить Компьютерную томографию шеи Грудной клетки И печени Для исключения отдаленных метастазов Пару слов о стимуляционном тесте Его проводят глюканатом кальция Который вводит болюсно В течение 30 секунд Из расчета 2,5 мг на кг веса Но не более 20 мл И смотрит через 2,5 минут Какой уровень будет Если уровень стимулированного кальцитонина Меньше 60 Это считается нормальным Если больше 100 То он подозрительный В отношении медулярного рака Однако в 2018 году Вышла работа австрийских авторов Которая показывает Что необязательно Ждать этих высоких цифр В принципе Даже при уровне кальцитонина Больше 23 у женщин И больше 43 у мужчин Специфичность достигает То есть постановки диагноза Медулярного рака Практически 100% В той же работе Уровень стимулированного кальцитонина Был не 100 А 780-1500 Но вернемся Некоторым генетическим маркерам Мы изучили Медулярную карциному А теперь перейдем К остальным видам рака Действительно Они тоже проходят В своем развитии Некоторые генетические модификации И включаются Они могут пойти Через мапкиназный путь Или через 3пи3 киназный путь И показано Что в зависимости от наличия Мутации В той или иной Другой степени У нас будет Развитие Того или иного Вида рака На этом основаны Коммерчески доступные Генетические тесты Правда Они на сегодняшний день Достаточно дороги И редко применяются В клинической практике Но мы не должны забывать Что первый наш помощник В обследовании Это конечно УЗИ щитовидной железы И на сегодняшний день Есть четкие показания Когда мы должны Отправлять людей На это исследование Это пальпированные Образования на шее Увеличенные шейные Лимфоузлы Отягощенный Семейный Или личный Анамнез Узловые образования Выявленные Особенно на ПЭТ-КТ Потому что Они наиболее Подозрительны В отношении Злокачественного образования А также Изменения уровня ТТГ И операции На щитовидной железе В анамнезе На сегодняшний день Принято пользоваться Классификацией Европейской Тайрац Которая оценивает Риски рака Щитовидной железы Если мы их сравним С американской Ассоциацией То мы увидим Что они практически Идентичны И конечно Каждый эндокринолог Должен иметь Перед собой Такую картинку Которая расскажет Что мы должны Просить от УЗИ Чтобы они описали Эти пять Основных компонентов И в зависимости От количества баллов Присваивается Та или иная Степень подозрения Если человек Не Пойдет на операцию Или не будет Направлен на операцию То та же Американская Ассоциация Нам говорит Когда повторять УЗИ Щитовидной железы Существует Ограничение Особенно По Тайрас-4 Но я думаю Об этом докладе Доложит Следующий докладчик Конечно Мы должны Просить Чтобы Показали нам Уровни лимфатических Узлов И мы должны Помнить Что они Не должны Превышать Шести миллиметров И только Под нижней челюстной Не более Восьми миллиметров Конечно Золотым стандартом Диагностики Образования Щитовидной железы Является Тонкоигольная биопсия Которая должна Выполняться При образовании Больше одного Сантиметра И только Редкие Случаи Когда мы Направляем При образовании Менее одного Сантиметра Это Уровень Стимулированного Или базального Кальцитанина Более 100 Наличие Увеличенных Лимфоузлов Облучение В анамнезе Паралич Голосовой связки Узлы Выявленные На ПЭТ-КТ Лица моложе 20 лет И изменение Структуры Или размера узла В динамике Цитологи нам Дадут Классификацию По БИТ-ЭСД На основании Всего Перечисленного Было Выдвинут Или предложено Определение Петровского Диагностического Бального Показателя Для оценки Риска Злокачественного Узла в щитовидной Железе Соответственно Были включены Все вышеперечисленные Методики И соответственно Показано Что При наличии Баллов Больше 5 Очень Большое Подозрение Что это будет Злокачественное Новообразование В то же время Не всем Показана Компьютерная Этомография В диагностике Рака Щитовидной Железы Только При неподвижности Опухоли При экстратериодном Распространении Выявленном На УЗИ Или На фоне Жалоб При размерах Узла Больше 4 Сантиметров МРТ Не имеет Преимущества Перед компьютерной Томографией ПЭТ-КТ Только при Радиорезистентности Астентиграфия Щитовидной Железы С йодом Только после Радиотезерапии Наконец На сегодняшний день Перспективно Предоставляется В диагностике Рака Щитовидной Железы Оценка Экспрессии Микро-РНК И действительно Показано Что Очень сильно Отличается Микро-РНК 375 При Медулярной Карциноме При Других Видах Рака Наибольшее Значение Приобрело Оценка 146 221 551 И 31 Микро-РНК Однако Еще Большую Диагностическую Значимость Особенно В спорных Случаев Когда Это Лишается Вопрос Аденома Или Карцинома Поставляется Отношение Таких Как 375 29 Или 375 451 Ну и Пару слов На окончание Я не могу Показывать Сю классификацию ТНМ Но Напомню Что В 2016 Вышло Восьмое Издание Которое Перестало Включать В опухоль Т3 Минимальное Экстратериоидное Распространение Первая Стадия То есть Без наличия Отдаленных Метастазов Теперь Оценивают У людей До 55 Лет И Поражение Лимфоузлов В верхних Срединных Не Относится К Запущенным Случаем Спасибо За внимание